Хэшки всем, с вами Стивпро, и сегодня, друзья, я покажу вам карту Привет Сосед в Майнкрафте Бэкседишн. Как вы знаете, на ПК вышла уже четвёртая версия этой игры, она стала довольно популярной, но... Коняшка, что ты делаешь? Но, к жалению, её популярность потихонечку выгасает, так как обновление игры выходит довольно-довольно редко, и игроков это, как бы, немножко не интересует, то есть, если обновления уходили немножко почаще, и они были бы немножко крупнее, игра бы оставалась в тренде, но пока что немножко она затухает, и посмотрим, сколько просмотров наберёт данное видео. Большое спасибо одному человеку, которого я случайно нашёл в одной группе, именно у него я скачал данную карту, я даже не знаю, как его зовут, потому что всё было довольно быстро, и, собственно, друзья, вот наш домик, к сожалению, зайти в него нельзя, там стёкла, но специально для вас я сломаю эту преграду, лично, и... здесь что-то слишком темно, вот, друзья, всё, что находится в нашем домике. К жалению, ничего. По сюжету игры мы переехали в свой новый дом, и мы как бы увидели вот этот чудесный большой дом соседа, и нам стало интересно, что находится в нём. И наша задача найти тайну нашего соседа. Это будет довольно интересно. Но минус всей этой игры заключается в том, и на мобильной версии игры, и на ПК, в том, что все действия игры происходят ночью. А именно, ночь добавили, по-моему, в третий бете. И всем, по крайней мере, мне это не понравилось, так как искать что-то ночью довольно трудно. Да ещё вдобавок нужно найти фонарик, с помощью которого мы сможем что-то разглядывать. А это просто ужасно. Но зато появляется некий жанр хоррора. Что ж, дом, друзья, просторный, очень большой. Затем мы можем практически в любую комнату. И разработчик данной карты здесь нас практически не ограничил. То есть мы гуляем там, где мы хотим. Мне очень интересно сходить на второй этаж, потому что по сюжету второй этаж находится в некой защите. То есть там у нас стоят железные прутья. А что у нас находится здесь, мне уже интересно. Интересно. Да, друзья, то же самое. Но, да, да, да. Так. И здесь у нас тоже закрыта дверь. Ладно, друзья, пойдём не по сюжету. Всё это сломаем. Я так понимаю, разработчик данной карты придумал вам даже сюжет. Вы можете найти ключ, позволяющий всё это дело вам открыть. Лично я помню, вот эту дверь я перепрыгнул с помощью коробок, которые я настаивал. И, друзья, здесь немножко не так. Здесь немножко не так. Здесь точно было по-другому. Ну ладно, не будем обращать на эти мелочи. Всё же, наверное, здесь присутствует сюжет, который вы можете немножко пройти. Кстати, первый раз, когда я зашёл на карту, я был удивлён. Не хватало несколько кубиков земли. Ну как несколько, довольно много. И мне пришлось их расставлять. Но я ещё не везде всё расставил. Поэтому, друзья, обращайтесь уже не ко мне, а к разработчику карты. Я его немножко даже улучшил. И почему мы ходим в одной и той же карте? Ой, комнате. Нет, по-моему, друзья, мы ходим в разных комнатах. И, кстати, до сюда я не доходил, если играл я на ПК. Да, я играл, но я в четвёртую версию уже не играл. Я знаю, что в ней много переделали. Кстати, а почему здесь дырка? Как-то странно. А может быть и на ПК эта дырка есть? Ну, надо проверить пульт. Вот, собственно, игра ещё в ранней-ранней разработке. И многим геймерам она уже стала по вкусу. Кстати, друзья, здесь много ненужных домиков. И меня удивило то, что карта создана на плоском мире. Дорога здесь ещё не проложена. Но все домики отлично пририсованы. То есть ему осталось сделать некий заборчик. Или же текстурпак, шейдеры, в котором он бы мог включить туманчик, чтобы этого не было видно. Да, кстати, друзья, туманчик. И было бы просто зашибись. Классно как. Ну, а пока что вы так, кстати, можете прокатиться вот по этим рельсам. И здесь некая иллюзия. Если вы катитесь здесь, вы сделаете большой-большой круг. А такое ощущение... Ну, если вы катитесь, такое ощущение, как будто вы прокатитесь по всему домику. Но нет, на самом деле вы сделаете большой-большой круг. И вернётесь на то же место. Вы просто будете кататься по кругу. Пока вы не остановитесь по инерции. Ну, инерция, по-моему, здесь бесконечная. Ну, собственно, друзья, вот такая большая карта. Вы можете даже поиграть с другом. Кстати, по-моему, именно для данной карты создали модификацию. Привет, сосед. Можете найти на различных иностранных зарубежных формах. Кстати, что здесь происходит с мобами? Они мелькают, друзья. Ну, ладно. Ничего страшного. Собственно, вот эта ветряная мельница меня больше всего удивила. Резработчик очень классно её передал. Надеюсь, это его карта, а не карта какого-то другого разработчика, который он просто переделал. Ладно, друзья. Собственно, желаю вам приятной игры. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующем видеоролике. До скорых встреч.